Всем добрый день, здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. Я продолжаю свои прогулки по Москве. И сегодня я нахожусь на Красной площади. И сегодня я узнала, что во время этого локдауна нового объявленного в Мавзолее были большие очереди. Ну, может быть, потому что некуда больше было пойти, а может быть, потому что, все-таки, не знаю, у людей подсознательно какая-то тяга к этому Мавзолею, что надо сходить, надо, не знаю, зачем посмотреть. И что-то я так гуляла по Красной площади, задумалась и об этом, и решила рассказать вам и показать о Мавзолее. Собственно говоря, мне самой было интересно еще раз это все посмотреть, почитать в интернете. Поэтому я решила сделать такое очень маленькое видео про Мавзолей. Ну, Мавзолей уже строился не один раз. Он был сначала деревянный, вы, наверное, знаете, потом построен вот такой. Ну, и так, с чего все начиналось. Владимир Ильич Ленин умер 21 января 1924 года. Все об этом, наверное, помнят. От кровоизлияния, четвертого кровоизлияния в головной мозг. Однако руководство страны приняло решение не о захоронении, а о сохранении тела вождя мирового правитриата. И специально для этого на Красной площади построили всемирно известный Мавзолей Ленина, который стал сейчас достопримечательностью столицы. Тогда тело Ленина забальзамировали на короткий срок, провели вскрытие для установления точной причины смерти. Академик Абрикосов не предполагал тогда, что дело будет храниться десятилетиями. Использовал обычный состав из формалина, лицерина, этилового спирта и еще каких-то компонентов. Также при вскрытии он перерезал все крупные сосуды в теле Ленина, что впоследствии стало одной из главных проблем при разработке нового бальзамирующего состава. После всех процедур тело вождя перевезли в Москву. Дробь с ним установили в Доме Союзов, у Дома Союзов, чтобы все желающие могли проститься спокойно. Сохранность тела на ближайшие несколько дней обеспечивали труды Абрикосова и сильнейшие морозы, которые тогда были в столице. У гроба стоял почетный параул, который сменялся каждые 10 минут, и всего в этом временном мавзолее побывало 9 тысяч человек. Что толкнуло на сохранение тела Ленина тогдашнее руководство, непонятно и неизвестно. То ли просьбы трудящихся, то ли желание закрепить государственную идеологию и повысить авторитет правящей верхушки. Но в результате похороны все время откладывались из-за неиссякаемого потока прощающихся с вождем. Когда делать это дальше стало уже невозможным, то к работе над долговременным бальзамированием привлекли анатома Воробьева и биохимика Сбарского. Именно благодаря их трудам тело Ленина сохранилось на десятилетия. Для обращения с Лениным было решено построить на Красной площади временный мавзолей. Заказ на его возведение получил архитектор Щусев. На работу дали всего ему три дня, отметив, что сооружение должно быть торжественным, но не вычурным. Чтобы оно вписывалось в архитектурный ансамбль Красной площади. На разработку проекта Щусева ушла всего одна ночь, после чего он приступил к строительству. В качестве основного материала использовали архангельскую сосну, а для создания декоративных элементов черный дуб. К работе было привлечено около ста человек, к которым периодически присоединялись добровольцы. Это строение было похоже на то, что сейчас. И там узнаваемым была вот конструкция пирамидальная и лаконичная надпись «Ленин». В двух отдельных пристройках оборудовали вход и выход из мавзолея. Основную площадь занимал траурный зал, где находилось тело Владимира Ильича. Для оформления интерьера использовали красную ткань с черными полосками, на фоне которых расположились символы коммунистического движения «Серб» и «Молот». Траурный зал оказался слишком маленьким, чтобы вместить всех желающих проститься с Лениным. К тому же, постоянное скопление людей повышало температуру в помещении и негативно влияло на состояние тела. Первый мавзолей строили не только для прощания с Лениным, но и для его дальнейшего захоронения. Однако, после принятия решения о долговременном бальзамировании, возникла необходимость в новом, более капитальном сооружении. И был построен второй деревянный мавзолей. После принятия решения о долговременном сохранении тела Ленина, мавзолей закрыли и устроили там лабораторию для сборства и Воробьёва, которые разрабатывали рецепт нового бальзамирующего раствора. Ну и было принято решение о создании, о строительстве нового мавзолея. Для реализации были предложены самые различные проекты, вплоть до фантастических, которые были отклонены из-за несоответствия архитектурным ансамблям Красной площади. И снова проект поручили архитектору Щусеву. Перед ним стояла еще более сложная, чем в прошлый раз, задача. Мавзолей должен был стать частью не только усыпальницы, но и трибуны для выступления и памятникам. По словам архитектора, он искал подходящее сооружение во всей истории архитектуры, в итоге остановился на уже облюбованной ступенчатой пирамиде. Только увеличил ее размер и оснастил трибуны. Строительные работы были завершены в конце мая 1924 года. Воруд мавзолея разбились в твер и обнесли его решеткой. Параллельно возведению мавзолея шла работа над хрустальным саркофагом по проекту Мельникова. Главной задачей конструкции стала защита тела Ленина от негативных внешних воздействий, изменения микроклимата в помещении. Второй деревянный мавзолей был торжественно открыт с 1 августа 1924 года и действовал до 1929 года. В 1925 году в январе постановлением цирк СССР был объявлен международный конкурс проектов каменного мавзолея Ленина на Красной площади. Было подано 117 заявок. Предполагалось, что конкурс проектов мавзолея будет трехступенчатым. Сначала выберут идею, потом ее оформление в чертежах и схемах, а на третьей ступени макет. В результате опять работу поручили Щусеву, который разработал новый проект на основе просто чертежей и затем создал по нему макет. Здесь уже от мавзолея были предъявлены определенные требования. Во-первых, это чтобы он как-то сочетался с Красной площадью и стенами Кремля, чтобы он имел такой импонирующий вид для собирающихся перед ним людских масс и должна была быть мощная трибуна для оратора, центральный зал с гробницей и подсобное помещение музейного характера. Стоятельство длилось 16 месяцев. Для работы использовали природный камень, дранит и черный лабрадор. В поисках изящного материала архитектор объехал несколько каменоломен Украины, Карелии и Урала. Подходящий лабрадор нашли лишь в Житомирской области. Согласно проекту, остов мавзолея – это монолитные железобетонные элементы, пространство между которыми заполнено кирпичом. Каменной является только облицовка. Большинство используемых монолитов имеет вес от 1 до 10 тонн. Исключение составляет лишь камень с надписью «Ленин». Он 48 тонн и постамент для саркофага 20 тонн. Для транспортировки самого большого каменного блока построили специальную телегу, а также использовали платформу для перевозки подводных лодок. Мавзолей Ленина – это нетипичное сооружение, которое обладает рядом архитектурных особенностей. Длина этого строения по фасаду 24 метра, высота 12 метров. Перимедальная часть состоит из пяти уступов разной высоты. Венчающая усыпальницу часть смещена от тени Кремля. Трибуна для ораторов расположена на первом уступе строения. Вход мавзолей подчеркивают два выступа резолита. И каждая буква лаконичной надписи «Ленин» вписана в квадрат. Таким образом, мавзолей Ленина выглядит лаконично, но непросто. Это монументальное сооружение, кажущееся высеченным из цельного куска гранита. Интерьер не менее лаконичен, чем фасад. Кто был в мавзолее, те знают. Траурный зал с уступчатым потолком. Красный порфир сочетается с черным лабрадором. А на стенах создают впечатление, развивающиеся красных флагов. В центре траурного зала стоит постамент с аркафагом, в котором лежит тело Ленина. Сверху он закрыт ступенчатой каменной плитой. По бокам украшен бронзовыми знаменами, боевым и трудовым. Больше ничего примечательного, отвлекающего внимания в помещении нет. Попасть в траурный зал из вестибюля можно по левой лестнице выйти обратно на Красную площадь по правой. Ну, мавзолей можно посетить бесплатно. Однако там никто не проводит экскурсию, не рассказывает историю сооружения. В траурном зале строго следят за соблюдением тишины и тем, чтобы посетители не задерживались у саркафага. Ну, если вам хочется узнать интересные факты строения мавзолея и вообще об этом, обо всем, то можно взять экскурсию по Красной площади или в музее Ленина. И есть много интересных фактов, которые удивляют и пугают. Ну, например, в 1973 году саркафаг в траурном зале сделали пуленепробиваемым. В период с 1953 по 1961 год мавзолея находилось также забальзамированное тело Сталина. Под фундаментной плитой насыпана подушка из песка, которая исключает колебания строения, даже тогда, когда на Красной площади проходит колонна танков. Еще один факт – это поддержание микроклимата в саркафаге занимается целая научная лаборатория. В 1941 году тело Ленина было эвакуировано в Тюмень. Вместе с саркафагом туда поехали сотрудники лаборатории и специальное оборудование. В годы Второй мировой войны мавзолеи и Кремль были замаскированы грубой тканью с нарисованными на ней простыми домами. Это спасло усыпальницу от немецких бомбардировок с воздуха. Ну и еще есть такой факт, что мавзолей неоднократно страдал от атаков и вандализма. Там разбивали саркафаг, взрывали самодельное устройство, разливали чернины и стреляли в тело Ленина. В лаборатории усыпальницы бальзамировали тела политических деятелей иностранных государств Тахоши Мина, Тимирсена и других. Ну вот такая история мавзолея. Можно по-разному относиться к тому, что до сих пор тело Ленина находится на Красной площади в сердце страны. Можно это осуждать, можно желать от этого как-то избавиться. А можно ходить на экскурсии сюда, можно, я не знаю, это личное отношение каждого человека, но тем не менее, что бы ни говорили и что бы ни было, все равно надо понимать, что на данный момент это, конечно, достопримечательность. Одна из необычных достопримечательностей России. И вот я видела, как здесь вчера многие фотографировались на фоне мавзолея, фотографировали сам мавзолей, как ни крути, а это стало достопримечательностью и неотъемлемой практически, пока неотъемлемой на данный момент, частью Красной площади. Ну, а на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Я жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем всего самого-самого доброго. Всем здоровья, добра и благополучия. Пока-пока, до свидания, до встречи.